Сегодня на канале Лес от Огород мы будем готовить пирог с заварным кремом греческий, по греческому рецепту бугоца. С нами поделились рецептом. Сразу скажу, что делали мы его первый раз. А как и что получилось, смотрите. Ну, можно взять, конечно же, и готовое тесто филопокупное, но мы не ищем лёгких путей. И мы сделаем такое тесто. Для этого я возьму чайную ложку соли, 250 миллилитров воды, тёплой, и где-то грамм 40 растительного масла. Добавляем сюда вот, и у меня здесь полкилограмма муки. Добавляем водички, подсоленной растительного масла, и вымешиваем муку, замешиваем наше тесто. Из полкилограмма муки я взяла немножко, чтобы подпылять стол. И теперь руками вымешиваем всю муку и замешиваем наше тесто. Вот в миске ничего у нас уже не осталось. Откладываем её в сторонку. Немножко вот так посыпаем стол мукой. И теперь на столе мы будем ещё вымешивать минут 5-7, чтобы тесто стало податливым и однородным. Вот тесто мы уже вымесили. Смотрите, какое оно у нас получилось. Но ему нужно ещё немножко отдохнуть, чтобы набухла клейковина, оно стало ещё мягче. Поэтому мы, чтобы оно не прилипало к столу, вот так подсыпем мукой немножко, поставим наше тесто. И накроем миской, которую мы вымешиваемся и вымешивали. И примемся за начинку, то есть за заварной крем. Для крема я возьму 4 яйца. Смотрите, если у вас яйца крупные, то берите 3. У нас молотки несутся, яйца не очень такие большие. Вот я взяла 4 яйца. 1 стакан сахара. Затем щепоточку соли. Совсем чуть-чуть. И я возьму ванильный сахар. Сюда же. Венчиком я буду взбивать, ну примерно вот так, как нам омлет. 12-15 раз вот так прокрутить. Главное, чтобы белки растворились с сахаром и желтки в однородную массу. И всё, этого будет достаточно. Ну вот и достаточно. Его не надо взбивать в пышную пену. Вот перемешали, всё. Теперь 1 литр молока нальём в кастрюльку и поставим на плиту. Включаем плитку, доводим до кипения. Молоко нагрелось где-то до 50 градусов. Я наливаю вот 1,5 половника горячего молока. Сюда же буду добавлять 100 грамм манки обычной. И помешиваю, делать однородную вот такую вот массу. И ждём, пока закипит наше молоко. А здесь размешаем, чтобы не было комочков хорошо. Вот так. Молоко закипает. Мы нашу яично-манную смесь постепенно тонкой струйкой будем вливать. И венчиком непрерывно помешивать, чтобы заварился наш заварной крем. Вот смотрите, наш крем уже вот такой густой. Похож на манную кашу густую. Теперь я добавляю 50-60 грамм сливочного масла. Зависит от жирности вашего молока и масла. Также у меня 60 грамм сливочного масла. Ещё раз перемешиваю, пусть оно перекипит. И буду выключать плитку. Пока мы готовили крем, тесто наше уже и отдохнуло. Теперь мы его поделим на кусочки. Для этого сделаем вот так вот колбаску из нашего теста. Не очень будем уже так засыпать его мукой. Ну и зависит на сколько частей. Зависит от того, какого размера у вас форма, в какой вы будете делать свой пирог. Я разделю, наверное, на 8 частей. На половинки, на половинки. И эти кусочки ещё вот на половинки. Думаю, вот так мне будет достаточно. Теперь делаю шарики. И пусть вот эти наши шарики теста ещё минут 10 вот так отдохнут. Мы их накроем плёночкой и оставим отдыхать. Тесто отдыхает у нас уже 15 минут. Зависит ещё от температуры в доме. Чем выше температура, тем меньше тесто отдыхает. А тем временем я сейчас растоплю сливочное масло в микроволновке. Скалкой мы будем раскатывать, насколько можем потоньше его раскатать. А затем будем уже тянуть руками. Ну всё, друзья, я думаю, достаточно его уже тянуть. Да, уже прозрачные. Да, прозрачные. Вот, теперь берём нашу форму. Вот форму я взяла такую. Смажу, я взяла пергаментную бумагу, но ещё дно смажу всё-таки сливочным маслом, чтобы хорошо наш пирог оставал. Вот. И теперь вот этот лист теста я буду выкладывать вот в форму. Даже не страшно, если он будет такой немножко... Мятый? Немножко мятый, да. Ну, первый, да, первый мы вот так, чтобы и стеночки у нас были. Вот так. И его тоже смажем хорошенько сливочным маслом. И стеночки смажем. Удобнее смазывать маслом на столе. Смажу вот на столе маслом. И также поочерёдно буду складывать все наши вот эти пласты теста в форму. Ну, вот методом эксперимента. Мы поняли, что лучше вот так смазать сливочным маслом немножко стол. Затем растянуть, раскатать вот так скалочкой. Затем ещё смазать сливочным маслом тёпленьким. Так оно будет лучше тянуться, потому что у нас в доме прохладно и тянулось оно немножко тяжеловато. И теперь на руках оно уже начинает лучше тянуться. И мы растягиваем вот так, растягиваем серединку. Точно так же, как мы делали вот это со сливочным маслом. С этим. С подсолнечным. С подсолнечным маслом. Ну, с растительным. Ну, да. И вот так же будем начинать тянуть. Вот ещё. Можно ещё подтянуть немножко. И края также точно будем тянуть. Потом всё-таки смазченное маслом тесто тянется намного легче, чем сухое тесто в холодном помещении. Летом тянулось оно хорошо. И так. Ну, вот. Растягиваем. И это у нас последний уже коржик. Да. А космос промахнулся. Рано пришёл. Ещё пробы нет, а он уже прибежал. Да. Он обычно на пробу прибегает. Ну, вот и всё. Растянули последний. И сейчас будем выкладывать начиночку. Чё ты пришёл забрать? Всё. Ставим последний наш корж. И теперь берём, наливаем сюда заварной крем. Крем у нас ещё тёпленький. Мы его прикрыли вот плёночкой, чтобы он у нас не брался корочкой. И теперь будем выкладывать сюда весь наш крем. Ой-ё-ёй, руки скользкие от масла. Вот так. Это я сегодня буду пробовать. Конечно. Космос уже угнездился, Антон. Вот мы аккуратненько наш заварной крем разровняли. Теперь каждый слой берём, самый верхний, который есть. Он с этой стороны у нас уже смазан сливочным маслом. И мы вот так его как гармошечку укладываем. И с этой стороны ещё смазываем сливочным маслом. Потому что если они слипнутся, теперь смотрим, какой у нас следующий верхний корж. И вот... Нет, не этот. Или этот? Этот. И тоже вот так же точно гармошечкой его укладываем сверху. Вот эти края можно туда, вовнутрь немножко. И опять смазываем сливочным растопленным маслом. Вот даже можно немножко сейчас, когда мы накрываем, вот так подтянуть. Оно ещё больше отдохнуло до максимума. И укладывать вот так вот гармошечкой его, заворачивая края. Вот с этой стороны, с этой стороны, со всех сторон. Опять же смазываем сливочным маслом. Чтобы они не слипались дружка с дружкой. Чтобы слоёные, да? И последний корж. Духовку мы уже включили до 180 градусов. Она уже у нас разогрета. И сейчас мы отправим наш чудо пирог. Слоёный пирог с заварным кремом. Ах, я буду ням-ням-ням пробовать. Да. Как я вижу, тут думала последний, тут ещё вот. Тоже его вот так вот натянем, сколько сможем. Вот эти краешки. Каждый перемазывая. Смазываем уже сверху последний. Вот наш корж. С сливочным маслом. Затем я делаю ещё вот такие проколы. Верхнего слоя. И всё отправляем в разогретую духовочку. Прошло 15 минут. При 180 градусах уже наш пирог румяный. Ждём, пока испечётся. Друзья, мы делали наш ролик. И все заметили нашу духовку. Конечно, мы похвастались, что у нас новая духовка. Мы купили её в районном центре. И все спрашивают, где её купить. И сын зашёл на сайт. Там посмотрел. Даже ещё немножко дешевле такие духовки продаются. Вы можете посмотреть, как она называется. Здесь вот. Винис. Да. Так что ссылочка будет под видео в описании. Духовка. Мы только второй раз пользуемся духовкой. Попозже скажем наши отзывы. Но пока мы ею довольны. Заходите под видео, по ссылочке. И увидите на сайте. Потому что комментариев много. Чтобы мы каждому не отвечали, где купить такую духовку. Вот. Сын нашёл сайт. Так что смотрите. Ну вот. 40 минут прошло. При 180 градусах пирог подрумянился. Вот такой он. Достаем его. А аромат. Друзья, дадим немножко остыть. И будем вынимать с формы. Вот снимаем форму. Теперь я возьму блюдо. Вот так его переверну. Оп. Ловкость рук и никакого машинства. Оно хорошо остало. Вот здесь не подгорело ничего. И теперь опять берём такое же блюдо. Боже, какой запах. И теперь присыпем сахарной пудрой. И вот, друзья, теперь по желанию. Кто хочет, чтобы было с пудрой, можно присыпать. Вот так. И наш пирог слоёный с заварным кремом. Сейчас мы будем пробовать. Поклонникам слоёного пирога с заварным кремом. Я думаю, это очень понравится. Так что готовьте такой пирог. До свидания. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. И всего вам хорошего. Пока. Пока. Пока.